На полигоне Подъездском сегодня финал всеармейских игр «Чистое небо-2017». На трассе экипажа БТР-80 из лучших бойцов подразделений ПВО сухопутных войск Северного флота и ВДВ. За состязаниями следит Алексей Дякин. Условия максимально приближенные к боевым. Это, пожалуй, главное условие всеармейских состязаний «Чистое небо-2017». Более 120 бойцов подразделений противовоздушной обороны на полигоне Подъездском в Краснодарском крае сейчас выясняют, кто из них лучший из лучших. Участники разбиты на отдельные взводы ПВО и прикреплены к БТР. Они на технике приехали сюда на свои из своих округов и частей, в которых дислоцируются. Перегоняли технику многодневными маршами и некоторые места преодолевали на ЖД-перегонах. Восемь команд представляют каждый из четырех военных округов. Северный флот представлен также, военная академия войск ПВО и войска воздушного десанта. В периоде у бойцов несколько этапов состязаний. Участники уже показали прекрасные результаты в нормативах на полосе препятствий по спасению экипажа из подбитого БТР и эвакуации раненых с поля боя. А вот теперь каждый взвод на броне проходит специальный маршрут. Дистанция 6 километров. Здесь зенитчиков поджидает и химическая атака условного противника. Нужно будет преодолеть зараженный участок местности. При прохождении его сами экипажи обрабатывают бронетехнику и вооружение спецраствором. Проводят это в специальном обмундировании химической защиты. И вот надо сказать, что, конечно, сейчас жара где-то градусов 30, а в химзащите, конечно, двигаться и выполнять нормативы это еще тяжелее. И к тому же вот непосредственно в броне техники температура сейчас где-то на 10-15 градусов еще и выше. Раскаленная броня, конечно, еще одно такое препятствие, которое необходимо преодолеть зенитчикам. Но, как говорят сами отцы командиры, которые находятся сейчас в компетентной судейской бригаде, то эти состязания от предыдущих лет отличают то, что нет той зрелищности и показухи, которая была. А здесь сейчас реально уделено внимание на проверку боевой выучки и навыков личного состава. Ведь лучшим зенитчикам предстоит представлять вооруженные силы Российской Федерации на международных армейских играх «Чистое небо-2017». Олег, ну вот всегда меня вопрос интересует на таких соревнованиях. Помимо того, что зенитчики лучшие из лучших получат возможность представлять свою команду на международных армейских играх, вот самим зенитчикам какие-то подарки, какие-то презенты, может быть, руководство делает за удачное выступление на состязаниях? Самый хороший презент и подарок бойцам после такой, конечно, ну, скажем так, изнурительной проверки готовности на полигоне, то это, конечно же, увольнение на несколько дней домой. То есть это еще дополнительный стимул, конечно, который подстегивает самих бойцов к выполнению задачи. Это был мой коллега Олег Сидякин. Сегодня проходит финал всеармейских игр «Чистое небо-2017» на полигоне Подъездском. Ждем итогов соревнований.